друзья всем привет приехал на наш объект на котором мы монтируем виниловый сайдинг хочу вам показать некоторые работы некоторые нюансы вот так вот наш объект выглядит я уже показывал вам может быть даже два раза здесь мы уже сделали обрешетку сделали обрешетку под софиты сайдинг деке у нас d6s брус цвет миндаль вот тут соединитель соединительный профиль такой называется h профиль идет здесь вот идет тоже h профиль снизу у нас идут цокольные панели деке штайн темный орех металлический отлив полиэстер толщиной 05 окна у нас будет обходиться кедралом фиброцементный сайдинг кедрал цвет c01 то есть это белый цвет обратите внимание здесь у нас жесткая поверхность которую мы делаем из фанеры и вот эту пленку мы обязательно приклеиваем к раме окна для того чтобы создать воздухонепроницаемый контур по периметру мы пустили g-профиль для того чтобы он отводил воду и вот к этой обрешетке мы будем делать мы будем делать уже непосредственно кедрал откос тоже будет из кедрала у нас наличник тоже будет из кедрала углы у нас идут в цвет сайдинга из такого же материала как сам сайдинг вот так вот это выглядит здесь вот внизу у нас идут панели здесь у нас идет стартовая планка нужно обязательно смотреть куда мы закручиваем саморезы у нас саморезы острые 19 из фрес шайбы вот так это выглядит обязательно проверяем каждую панель это очень актуально делать зимой потому что зимой холодно все сужается летом все расширяется если мы не сделаем здесь вот зазоры между углом и g-профилем металлическим то у нас летом скорее всего панель поведет но так как мы читаем инструкцию по монтажу знаем как это делать правильно мы обязательно делаем зазоры чтобы убедиться в том что эти зазоры есть мы каждую панель туда-сюда двигаем смотрим куда монтажники прикручивают саморезы все саморезы у нас примерно в середине этого овального отверстия чем мне нравится вот использовать в качестве подсистемы сухую строганую доску то что она имеет определенную ширину и мы можем попасть вот этим овальным отверстием вот так вот но увидите да то есть не где-то она у нас краю вот как вот это например у нас обязательно будет это овальное отверстие в где-нибудь середине доски да и мы можем качественно прикрутить саморез надо бывает такой вот как здесь например это овальное отверстие попадая там куда-нибудь куда-нибудь я не знаю на край и приходится тут подрезать вот как здесь вот если мы используем нормальную сухую строганую доску шириной 10 сантиметров то у нас больше своей степени будет хорошее место куда это овальное отверстие попадает и мы качественно можем прикручивать саморез снизу идет устатую планки замок у сайдинга тоже есть специальный такой крючок который цепляется за этот замок здесь у нас идет алюминиевая вентиляционная сетка от грызунов и в то же время она не предотвращает попаданию воздуха сюда здесь у нас заходит воздух и происходит циркуляция вверх воздух будет выходить в софиту здесь вот у нас сделано обрешетками тут еще окна не доделано хочу показать вам сейчас у нас тепло по поводу пленки мы когда только сюда заехали на этот объект на этой пленке были такие мокрые пятна вот там вот я не знаю на камеру видно или нет но уже очень сильно видно с той стороны стоят леса с той стороны стоят леса сейчас я по этим лесам закарабкаюсь и попробую вам поближе все это дело показать сейчас две минуты я закарабкался наверх вот прямо на вот это вот пленка очень влажно здесь вот она сухая здесь вот она влажная а ну да чудо где-то протекают здесь вот вообще дырка вот здесь тоже дырки вот все значит качество гидроизоляционной пленки когда мы закрываем уже подшивкой когда мы закрываем уже кровли укладываем утеплитель у нас могут происходить такие процессы которые мы уже не увидим если вот эта часть будет у нас где утеплитель соответственно утеплитель будет намокать здесь просто это открытое место до и соответственно мы все это дело видим здесь тоже ну какое-то такое с небольшими разводами тут вроде более-менее а вот там наверху тоже есть не знаю видно вам или нет дырки тоже есть еще есть дежур или нет а ну сильно да у развода тут есть обратите внимание на лобовую доску видите она вообще все мокрая где-то что-то там либо подтекает может быть где снегодержатель и нас будет это место проверить проверяем каждую панель пока я залез на я нужно будет здесь тоже проверить вот тут тоже дырка вот такой вот небольшой сюжет панели у нас двигаются пленка каких-то местах влажная будем с этим моментом разбираться дальше все на сегодня обзор закончен всем удачи